С 1 апреля по 15 июля в Димитровграде, как и по всей стране, пройдет весенняя призывная кампания. Наряд составляет у нас 226 человек, это за три муниципальных образования. Отправлять мы будем служить во все рода и виды войск, где еще не перешли на контрактную службу, есть еще подразумевается служба по призыву. Что касается географически, географически это начиная от Камчатки, Сахалина и заканчивая самой западной точкой, город Калининград. Дата первой отправки весеннего призыва еще не определена. Судя по прошлым годам, это будет 3 декада апреля. Далее у нас идут 1 мая и 9 мая праздники затяжны. После праздников в последних числах мая, где-то с 20 по 30 мая мы еще отправим часть людей, порядка 20% от задания. И основные нагрузки, когда ребята у нас заканчивают институты техникума, это где-то после 15 июля по 10 июля. В этом году внесены изменения в закон. Так призывник обязан встать на воинский учет, пребывая на территории более трех месяцев. Принят закон, запрещающий иметь военнослужащим на службе всех категорий военнослужащих, начиная от министра обороны, заканчиваясь последним солдатом, мультимедийные устройства, телефоны, смартфоны, планшеты, часы, которые имеют выход в интернет. Это связано с защитой государственной тайны и с безопасностью. По словам военкома, этой весной на службу в армию отправится один призывник, желающий пройти альтернативную службу. Что касается уголовной ответственности за уклонение от службы в армии, то ее никто не отменял. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.